Верить и побеждать. Муромские дзюдоисты вновь доказывают, что лучше. На этот раз сразу две воспитанницы тренера Евгения Ларина завоевали призовые места на соревнованиях всероссийского и даже международного масштаба. С юными спортсменами встретилась Юлия Казакова. Зрелищные спарринги, жесткие броски, болевые приемы и мертвая хватка. Но главное – честный бой. За 9 лет обучения восточному единоборству Виктория Габис уже добилась блестящих результатов на всероссийском уровне. И вот теперь завоевала бронзу на чемпионате мира в Индии. Соперники были сильные, там, с разных стран, с Бразилии, там, с Китая, много всего было, с Индией тоже. Не отстает от Виктории Ксения Самарина. Силой и ловкости ей не занимать. А помогает ей в этом поддержка тренера и родных, особенно любимой бабушки. Я уже в спорте 8 лет занимаюсь дзюдо, самбо. Меня потолкнула, меня вообще привела бабушка, потому что мне дома нечего было делать, чем-то надо заниматься. Я стала чемпионкой в Питере, первое место заняла, и первое место заняла на спорта-киаде в Армавире. В будущем обе девушки мечтают стать тренерами для самых маленьких муромских дзюдоистов. Все благодаря примеру их наставника Евгения Ларина. Секрет рукопашного боя он раскрывает им с 14 лет. У них есть заинтересованность. Три месяца в лагере они тренируются, они пашут. За счет чего у них сейчас это в Армавире прошло, как бы, первенство России, прошло среди школьников, будем говорить. Они все два месяца, они работали в лагере, они тренировались. Помимо того, что здесь мы работаем, мы еще и три месяца тренируемся в лагере. Поэтому они подходят к сезону уже более готовыми, чем, например, дети, которые в лагере не ездят и не тренируются. Всего у Евгения Ларина восточным единоборством занимается 100 муромских мальчишек и девчонок. 9 сентября они вновь выйдут на татами, чтобы побороться за право представлять нашим Муром и всю Владимирскую область на первенстве Центрально-федерального округа. Юлия Казакова, Александр Барсаков. Новости Муром.